Добрый вечер в прямом эфире информационные программы Вести Кабардино-Балкария с главными событиями дня в республике вас познакомит Зелина Суанова и Беслан Суидимов. Основные темы выпуска. Праздник героев, отстоявших победу и независимость Родины. Россия отметила 67-ю годовщину Великой Победы. Кто заслуживает снисхождения, а кто условно-досрочного освобождения, члены Аттестационной комиссии, осужденных по системе социальных лифтов, рассмотрели новые дела. Бегом на вершину Европы в честь Дня Победы. В Прельбрусье продолжается фестиваль Red Fox Elbrus Race 2012. Президент России Владимир Путин подписал ряд указов, один из которых об обеспечении межнационального согласия. Символично, что вступил в силу правовой документ 9 мая, в день, когда все народы страны отмечали 67-летие Великой Победы над фашизмом. Документ, подписанный Владимиром Путиным, содержит поручение администрации президента и правительству подготовить предложение об образовании Совета по межнациональным отношениям при главе страны. Срок исполнения до 1 июня этого года. До 1 декабря должна быть утверждена стратегия государственной национальной политики России. Кабинету министров совместно с РАН общественными и религиозными организациями надлежит подготовить список литературы, рекомендуемой школьникам для самостоятельного прочтения. Так называемый перечень 100 книг определят к началу следующего учебного года. Полный текст указа опубликован в российской газете. Представители органов власти, общественные и религиозные деятели, лидеры молодежных организаций и спортсмены продолжают обсуждать основные задачи по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарии, которые в послании парламенту обозначил глава КБР. В нынешнем обращении Арсен Коноков уделил особое внимание вопросу трудовых отношений, социальной защиты населения, а также развитию спорта. Реализация пунктов послания будет способствовать дальнейшему развитию республики, считает трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Белял Махов. А министр труда и социализм КБР одним из важнейших положений назвал пересмотр потребительской корзины. Это позволит улучшить качество жизни жителей Кабардино-Балкарии, считает Альберт Тюбеев. Мы уже приступили к реализации данного положения послания. Совместно с федеральными сегодня органами приступили к разработке нового варианта потребительской корзины, которая дарила существенно поменять нормы потребления нашими гражданами и оказать действительно влияние на улучшение качества жизни. Вторым важным моментом, на мой взгляд, является то, что в послании Арсен Башевич уделил большое внимание старшему поколению. Было сказано, что необходимо продолжить реализацию нашей программы, республиканской целевой программы «Старшее поколение». Ну и безусловно, конечно, это то, что связано с демографической политикой. Это вопросы, связанные с социальной поддержкой семьи, материнства и детства, которые сегодня очень актуальны в целом в Российской Федерации. И вот это все и тот факт, что глава республики держит на постоянном личном контроле вопросы, связанные с социальной поддержкой населения, социальной защитой населения. У нас в связи с этим есть уверенность в том, что все органы власти совместно приступят к решению этих задач. Я скажу, что многое в республике было сделано, большие задачи и цели намечены для того, чтобы улегурировать ситуацию в республике во всех отношениях, в плане спорта, здравоохранения, культуры и многих мероприятиях. Но я думаю, как бы задачи президент перед парламентом поставил, я думаю, эти задачи выполнимые, и они будут выполняться в полном объеме. Шесть дел сегодня рассмотрели члены аттестационной комиссии осужденных по системе социальных лифтов. Нужно отметить, что положительный эффект реализации Института социальных лифтов для осужденных был очевиден уже на этапах его апробации. Именно наличие четких критериев оценки побуждает аттестуемых встать на путь исправления. Таковых уже 76%. Это своего рода система стимулов для осужденных, которые хотят сократить время пребывания в местах не столь отдаленных. Если нет нареканий со стороны администрации и следственного изолятора, их могут перевести на облегченные условия содержания, вплоть до условно-досрочного освобождения. Дела, которые рассматривались на этот раз, проходили по четырем статьям Уголовного кодекса России. Кража, разбойное нападение, хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Самое главное, чтобы у самого осужденного было желание вернуться домой, к семье, нормальной работе, достойной жизни, говорят члены комиссии. Они не только выносят решения по рассматриваемым делам, но и выслушивают жалобы и предложения. Порой, может быть, администрация в отношении кого-то заинтересована, может быть, а в отношении, наоборот, кого-то не заинтересована. Потом, если эта комиссия приняла какое-то решение, и мнение этой комиссии будет в личном деле при рассмотрении этого дела судом, естественно, там у судьи на какой-то, скажем так, некорректный шаг будет меньше возможностей. Практика показывает, примерно 9 из 10 осужденных становятся на путь исправления. И лишь по приблизительно 10% рассматриваемых дел комиссия решает ужесточить условия содержания. Уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов включен в состав авторитетной Европейской ассоциации омбудсманов и ученых-исследователей. Об этом стало известно на заседании правления Европейского института омбудсмана, которое прошло в Италии. Ассоциация – это научное общество. Ее цель – проведение исследовательских работ в области защиты прав человека, а также поддержка национальных и международных учреждений омбудсмана и сотрудничества со схожими организациями. Теперь среди членов этого сообщества, наряду с правозащитниками всех европейских стран, и представитель Кабардино-Балкарии Борис Зумакулов. Около 700 тысяч рублей составила чистая прибыль Терского завода «Алмазного инструмента» в январе-марте 2012. Это против почти полумиллионных убытков за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на опубликованный сегодня отчет компании сообщил «Интерфакс». Совет директоров предприятия, как следует из отчета, намерен направить часть полученной в прошлом году чистой прибыли – это порядка 9 миллионов рублей – на развитие завода и еще почти полмиллиона в резервный фонд. Всего же на техническое перевооружение предприятия до 2014 года планируется затратить около 4 миллионов евро. Эту информацию, напомним, озвучила ранее пресс-служба главы республики. На Терекалмазе уже разработан ряд инвестиционных проектов. Один из них – совместно с Роснана – осваивать новые виды алмазного инструмента. Страна отметила самый главный из своих праздников – День Победы. Конечно, торжественные мероприятия, посвященные 9 мая, на этом не заканчиваются. Они будут проходить в республике до конца месяца. Это встреча с ветеранами, выставки, открытые уроки и различные акции. Но мы решили напомнить о том, как накануне Кабардино-Балкария в 67-й раз праздновала день окончания Отечественной войны. В Нальчике память погибших героев почтили у мемориала «Вечный огонь славы». Участие в церемонии возложения приняли глава республики Арсен Коноков, парламентарии, члены правительства КБР. Кульминационным 9 мая стало праздничное представление «Ликуй весна победы». Репортаж нашего специального корреспондента Марины Ярославской. Вечный огонь славы горит в их честь. И тех, кто вернулся победителям из полисражений, и тех, кто остался навсегда на фронтах Великой Отечественной. Утопающий в цветах мемориал в день 9 мая – особое место памяти. Ветераны молодежи, внуки и правнуки, солдат 41-го в эти минуты вместе. В знак единства и скорби по тем, кто ковал победу. Венки и букеты от горожан и руководство республики в знак благодарности. Площадь согласия перед Домом правительства. Здесь ветеранов и главу Кабардино-Балкарии уже ждут. Ордена на ласканах парадных пиджаков. Их личная история победы. Это самая великая победа. Не был в этот день, не была эта победа, вот такой радостный день не было бы. Героический народ, российский народ, никогда никто не смеет больше трогать нас, потому что мы богатые и очень сильные. Мы были все советские. Я офицер военной разведки. И если немцы идут по пятам за группой, оставляешь прикрывать. Он не спрашивает, какой национальности. И эти люди всегда погибали. Отдавали жизнь за товарища. Радость, счастье, что жил я и что мы победили. И желание, пожелание всем, чтобы жили в мире и были здоровы. Главный момент торжества вынос знамени победы на площадь Согласия. Караул 121-го полка оперативного назначения внутренних войск МВД России с главным символом 9 мая перед солдатами 41-го. Первые звуки военных песен и речь главы Кабардино-Валкарии Арсен Коноков скажет. Жизнь и путь каждого ветерана Великой Отечественной – отдельный пример подвига, который республика никогда не забудет. Особой заботой и вниманием будут окружены ветераны. Мы будем делать все, чтобы каждый участник Великой Отечественной войны, каждый, кто внес свой вклад в общую победу, увидел и ошутил, что о нем помнят, что его уважают и чтят, и что забота о нем – важнейший долг органам государственной власти Кабардино-Валкарии, всего нашего общества. Кабардино-Валкария в победу внесла и свой вклад. 60 тысяч сынов и дочерей республики сражались на фронтах войны. 12 тысяч из них удостоены госнаград. 33 героя Советского Союза и 4 полных кавалера Ордена Славы. Скажет Коноков, это для потомков победителей фашизма не просто факт истории, это духовное достояние всего российского народа. Марина Ярославская, Аслан Карданов, Анатолий Дирюков, Вести, Кабардино-Валкария. 67-й годовщине победы был посвящен скоростной забег на Эльбрус. Прошел он в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race 2012. Участие в форуме принимают 200 человек из 8 стран мира. В программе форума гонка вертикальный километр, забег на снегоступах, соревнования по ски-альпинизму. Ну а с какими результатами 9 мая завершился забег на высочайшую вершину Европы, знает Наталья Булат. 6.30 утра, но спортсменам давно не спится. Старт и уже совсем скоро неприглядный пейзаж поляны Азаус меняется снежными покрывалами предгория. Первая остановка – станция Бочки. Как вам эльбрус? Любимая гора. Дистанцию от поляны Азау до западной вершины Эльбруса распределили на несколько участков не случайно. На каждом этапе спортсменам дают горячий чай и обязательно сладкий. Слишком быстро меняется высота над уровнем моря. Перед стартом все прошли медицинское обследование. Скоростной забег на Эльбрус, по сути, финишная прямая. Результат долгой и упорной борьбы готовится к нему начали. Участники еще дома. Испанские, например, посещали парокамеру. Но и здесь в течение пяти дней проходили акклиматизацию на скорость. Поднимались и спускались со скал пастухов. За годы существования фестиваля «Ред Фокс» – это четвертый ускоренный забег на Кабардино-Балкарскую гору счастья. Нынешний скайранинг приурочили не только ко дню победы, но и 30-летию скоростного восхождения россиян на высокогорные вершины. Вспоминая историю, директор фестиваля, судья международной категории Евгений Колчанов даже во время интервью не отступает от своих прямых обязанностей. Изначально это скоростные восхождения. Это были именно на Эльбрус. Это было в рамках подготовки советских альпинистов. Прием. И 20-й номер и 16-й. 20-й номер и 16-й. Прием. 20-й и 16-й. Изначально это была подготовка к гималайским экспедициям к первому восхождению советских альпинистов на Верест. Покорить пятитысячник на скорость решили 34 спортсмена из 8 стран мира. Те, кто накануне преодолел вертикальный километр, своеобразный квалификационный экзамен. Это еще одно обязательное требование к участникам. За исключением одного. Повлажку судьи сделали в отношении местной собаки. Говоря серьезно, трасса участникам показалась сложной. Ура! Подбегаешь. Ура! Чао, на вершине! Время! Ура! На Эльбрусе мы впервые тренировались в Европе. Но здесь немного тяжелее. Минимальный результат – 3 часа 41 минуты и 26 секунд. У обладателя Кубка мира и чемпиона Европы Луиса Эрнанда, итальянец Марко де Гаспери, присоединился к нему спустя 2,5 минуты. Еще через 9 на вершину поднялся чемпион России по скайрайнингу Виталий Шкель. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Кабардино-Балкария, Вести. Как всегда, с размахом День Победы отметили и в селении Псаганцу. 9 мая по традиции здесь отпаздновали на возвышенности, откуда все село видно как на ладони. Юбилей – это или просто очередная годовщина, но к 9 мая организаторы каждый раз придумывают что-то новое. Например, к скачкам люди уже привычны, а вот ослиные бега редко где увидишь. Ведущий праздника сходу придумал клички «Животным», участвовавшим в гонке. BMW «Шак» и Mercedes «Шак». Как отнеслись бы к такой народной рекламе, эти всемирно известные автопроизводители – неизвестно. Но в коротком забеге победил «Ослик», представлявший BMW, заработав тем самым 100 долларов для своего хозяина и тонну овса для себя. Кипели нешуточные страсти и на спортивных площадках. Многие именитые спортсмены именно отсюда начинали свое восхождение, и потому никто не хотел ударить в грязь лицом перед многочисленной публикой. Ну а маленькому Мурату Гагунокову приз буквально сам прикатил с горы в руки. Мальчику достался именно тот шар из сотни, где и было написано «Телевизор». На этом служба информации завершает свою работу. Напомню, все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Далее о погоде на завтра Эльми Рабеева. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Салон Импера. Ногмова, 6. Империя стиля. Торжество новых тенденций мебельной моды. Ваша индивидуальность. Наша работа. Салон Импера. Ногмова, 6. Здравствуйте. Под данным информационного агентства Метеоновости. В предстоящие сутки на территории республики пройдут дожди. Не исключена гроза. Ветер восточный. Порывы до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров. В Зольском районе возможен небольшой дождь плюс 24. В горах переменная облачность осадки у подножия Бруса плюс 14. Несильный дождь. И в Тарнаузе 17 градусов тепла. В Оксане, Чигеме и Норткале местами несущественные осадки плюс 25-27. В Прохладинском и Майском районах также воздух прогреется до 27 градусов. Осадки не исключены и здесь. Небольшой кратковременный дождь вероятен и в Терском и Лискенском 25-26 тепла. В Черехском районе тоже незначительные осадки плюс 23. В Нальчике переменная облачность возможен. Небольшой дождь плюс 26. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. В магазине офис и дом итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294.